короче ребята я бы сюда свою тачку не привез майбах ведро чувак поехал с открученым колесом вот это магазинчик я понимаю здоров эмираты сейф жара едем короче сейчас куда-то открывай дверь а привет сейчас куда-то поедем хорошо хорошо нормально все это все все же он знает да да короче поехали вот это локал араб слушает русскую народную песню выходила на берег катюша почему а полгода назад когда я сюда прилетал не было этого канала но это другая часть за полгода вырыли канал вырыли яму построили сверху три разводных моста выявили этот канал из моря в глубь дубая тупо полгода я приехал первый раз этого не было через полгода это уже есть вот допустим вот такой мостик они могут но я не знаю но за месяц построить может меньше и и и и и и и короче приехал я на и блин ганду я говорил я не хочу сюда ехать вообще он меня привез к луису в гараж нахер мне сюда ехать короче ребята я бы сюда свою тачку не привез хоть тут и феррари и бэхи и porsche стоят и что угодно они делают все как попало реально они им похер на тачке они просто курочат их вскрывают разбирают что-то не это чинят как попало вот феррари а роллс-ройс мы майбах тут где-то стоит тут все они сейфу я недавно прикололся как они ему тачку починили тупо поломали торпеду всю спрашивает чем подключиться к майбаху говорю да сам только что да спешил форде марсидес он да в талане контроли тинда гарбач купили ком для диагностики не знаю мой лаунч это лучше короче это вот эти феррари бэнтли майбах это тачки одного чувака майбах майбах ведро майбах ведро что тут открыто закрыто ну такое что там короче у них тачек тут на ремонт стоит куча ни хера не делается что-то понабирали как и я бай 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 обиделся что я ему не помог блин ну я приехал же типа отдыхать вот эй мэн гистар чувак поехал с открученным колесом и ребята вы не представляете дождь настолько редкое явление в эмиратах дождь очень редкая но они скудные даже если и дождь то скудно очень вот сейчас покапает чуть-чуть и перестанет то что тучи там такие сверху я не думаю что сильный дождь будет он еле 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 даже капает вот местечко куда приезжают все пожрать вот такие вот маленькие в стиле какой-то американского техаса что-то типа того вот подъезжаете куда угодно что хотите пожрать туда и подъезжаете вот типа drive-thru везде вот разные такие мини ресторанчики мини фастфудики вот такие в общем вот это вся очередь вот этот маленький киоск где делают кофе какой-то вкусный кофе я не знаю ух посмотрите на номер вот трехзначный номер может стоить до миллиона дирхам двухзначный номер может уже стоить больше десять миллионов может стоить одна циферка вообще там уже пятьдесят шестьдесят лямов вот недавно продали номер три за пятьдесят лямов дирхам вот это магазинчик я понимаю вот смотрите какие топливные баки ребята смотрите карбюратор вот такой бы карбюратор наверно поставить на копейку и она больше никогда не никогда никуда не поедет короче ребята насколько вы поняли в эмиратах люди очень очень любят автоспорт то есть таких магазинов где продается вот такая вот вот такие вот штуки разные очень много то есть я уже второй знаю вот этот человек знает много разборок тоже много всяких то есть все что вам нужно вот заходите вот вам короче есть пайпинг любой короче переходники пайпинг силиконовые вон хомуты все что вам надо все распространенные движки и запчасти на эти движки есть здесь он с закисью баллончик и комплектик на установку маленький аккумулятор спортивные какие-то супер мега аккумулятор я не знаю вот вот такие штуки есть приезжайте покупайте еще углекислота маленькая такие вентили наверное клапана вентили а а ну окей индия мне нравится в индии больше чем там в кувейте в йемене там в марокко потому что тут на есть на что посмотреть реально традиции всякие вот такие маленькие мастера сидят вот здесь что-то исполняют и и и и и и ребята круто видите ручная работа говорит что оружейный металл какой то вот вот он гравирует с помощью маленького молоточка зубильца а потом туда впрессовывают серебряную ниточку варенась 50 дирхам ребята 350 гривен 50 дирхам 15 баксов вот ребята смотрите вот тут реально круто рогаточки можно охотиться на зебр и украин thanks thanks ok ребята я нашел место city center dubai сейчас большая распродажа это большой магазин вот куча-куча брендовой обуви и одежды я уже себе присмотрел вот такой вот свитерок на зел и 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 зашли мы в jordan тут отделение именно для баскета вот кроссы для баскета есть и есть такая штука вот ты выбираешь себе кроссе вот да тебе принесли ваш размер ты их одел там при оделся сразу типа такой крутой баскетболист и тебя запускают вот сюда вот тебя сюда запустили тут закрыто и внутри короче покрытие как паркет вот и тут баскетбольное кольцо и да ты пробуешь тут свои новые возможности в новых кроссах посмотрите сколько стоит машина в в очереди при том что мы стоим вип сервис то есть первый первый бокс вот кроме нас тут еще куча куча машин стоит это ежегодные обязательный техосмотр без которого вы не сможете свободно передвигаться вот такой вот типа вибростенд или что-то наподобие вибростенда проверяют ходовку подвеску ну перед тем как машину зарегистрировать пройти все вот эти инспекции техосмотры это обязательно вот если покрышки вот я боюсь сейчас сейчас у нас покрышки на fg стоят ну 5 годичной давности это две задних и две передних по моему двухлетней давности вот и тут такой закон что даже в каком бы состоянии эти покрышки не были хоть бы на полочке не лежали от 3 года и все меняй покрышки а покрышки блин не очень дешевые вот даже за наклейки наклейки на машине какие-то стороне или допусторон установленное оборудование могут приговорить снимать не не дадут регистрацию на машину и не пройдешь ты техосмотр с какими-то вот такими вот всякими приколами вот поэтому это обязательно и все боятся вот таких ну как боятся короче приговор может быть разный тут все никто взяток не берет и все все серьезно делают поэтому вот так вот очередина там уже мы уже машину оставили ждем пока ее проверят цены неимоверные реально вот компьютерная диагностика 100 дирхам это блин я делаю за 200 гривен это сколько 18 17 долларов у них 100 дирхам это 700 гривен ну практически сколько 25 30 может быть ну не не 30 25 дирхам долларов и плюс еще полностью чекинг сделать тоже херову дучу денег вообще там такая пробка они наверное за день нулямчик точно поднимают кучу бумажек выдали вот первая бумажка диагностика техосмотр вот прошли мы ее короче колеса не пришлось менять вот тут написано какое расстояние машина проехала за год сколько литров схавала и сколько денег потратили на бензин ну короче это мне кажется просто программа высчитывает среднее какое-то показание вот износ колодок передняя ось задняя ось есть то есть все нормально выхлоп СО выброс СО 2 и 1 тонна и дальше лист компьютерной диагностики за который взяли 100 дирхам ноль ошибок супер диагностика автоком все нормально пропусков зажигания нету по топливной все хорошо вот ваш номер кузова вот такой вот техосмотр после этого мы сделали страховку неполную вот страховка выглядит вот таким вот образом 1100 дирхам ну ну и после этого конечно же нам уже зарегистрировали машину на один год то есть через год нужно будет делать все то же самое вот а такие вот дела сейчас техпаспорт покажу вот вот такая вот техпаспорт мулькия здесь называется и выдают еще вот такую вот наклеечку то есть это до 12 2018 нужно клеить на номер вот это такое вот такая вот наклеечка вот такой вот техпаспорт все на один год через год приходите еще что либо ничего нажимая на Субтитры сделал DimaTorzok